Здравствуйте! На канале Десна ТВ Новости с вами в студии Виталий Волков. Основные темы выпуска. Нужно помнить, чтобы это не повторилось. Нужно честь отдать погибшим людям. 204 красноармейца нашли упокоение на Десногорской земле. Велосипед и здоровье почти синонимы, поскольку сбалансированное питание и регулярные велопрогулки – залог отличного самочувствия и привлекательного внешнего вида. В Генино прошли велогонки по бездорожью. Сводка криминальной обстановки за неделю. И не собираемся закрывать ни пищеблок, ни гараж, ни станцию скорой помощи, ни подразделение на атомной станции. Медсанчасть города работает и будет работать. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. Смоленская земля обильно полита кровью советских солдат, отдавших жизнь за свободу своей родины. Кропотливым трудом поисковики ежегодно находят и поднимают останки воинов. В этом году результатом их работы стало перезахоронение бойцов на поле памяти Десногорска. Подробности в репортаже Светланы Разгановой. Всего за три года на территории Росольского района и Калужской области поисковыми отрядами «Высота за родину» и поисковым движением концерна «Росэнергоатом» было найдено и поднято 208 бойцов. Установлено 12 имен. Останки троих были переданы для захоронения на малой родине – двое в Гагарин и один в Московскую область. Еще один боец находится во временном захоронении для проведения генетической экспертизы и передачи родственникам. Вечером 23 сентября в Храме всех скорбящих радость по православной традиции трижды прошла заупокойная лития. 12 караулов по 10 человек – это представители организации и предприятий города, станции и дети – стояли у урн с останками погибших воинов. Девять раз сменяли друг друга участники почетного караула. И все это время неиссякаемый поток людей шел проститься с защитниками Родины. Естественно, что все неотпетые. Немцы никогда в жизни не дали бы отпевать их. И поэтому для нас очень важно, чтобы они были отпетые именно в наших храмах и после этого захоронены по-настоящему, скажем так. В первую очередь это нужно именно живым – захоронить бойцов по всем канонам и с почестями, ведь они отдали свои жизни за наше будущее. И долг ныне живущих – отдать им хотя бы частичку внимания и уважения. На следующий день по усопшим воинам состоялась заупокойная литургия, и настоятель Храма всех скорбящих радость, протеерей Виталий Сладков, провел отпевание. Затем урны с останками в торжественной обстановке были вынесены из храма, и колонна проследовала к мемориальному комплексу Курган-Славы, чтобы захоронить советских воинов как должно. Три залпа и военный оркестр героев захоронили со всеми положенными воинскими почестями. В траурных мероприятиях приняли участие поисковики, представители администрации, учебных заведений города и села Якимовичи. Я пришел почтить память павших солдат. Они отдали свою жизнь, чтобы мы жили. Без работы поисковиков мы бы никогда не нашли павших воинов, и никогда бы их не захоронили так, как они этого достойны. Важное сегодняшнее мероприятие очень велика. Память – это важно. Нужно помнить, чтобы это не повторилось. Нужно честь отдать погибшим людям. Пуля памяти была заложена еще в 1999 году, когда в братскую могилу перезахоронили 84 бойца Красной Армии. Тогда удалось установить шесть имен. До сегодняшнего дня комплекс состоял из восьми могил. Каждую из них символично венчает колокол. За мир и свободу на Смоленщине шли ожесточенные бои. Миллионы советских солдат положили свои жизни ради этой цели. На нашем поле памяти захоронены более тысячи бойцов. И сегодня еще 204 красноармейца обрели покой на Десногорской земле. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Десна-ТВ. С 1 января 2019 года российским водителям будут выдавать новые номерные знаки, которые отличаются формой и размером от тех, которые существуют на данный момент. По-другому будут выглядеть регистрационные знаки для японских праворульных и американских автомобилей. Они будут напоминать по форме квадрат. Также станут меньше полтора раза мотоциклетные номера. Впервые вводятся номера для макси-скутеров. Для них госзнаки будут такого же размера, как для мотоциклов, только с другим набором букв и цифр. Знаки для мотоциклов работников иностранных дип-миссий, а также знаки для квадроциклов будут делаться на красном фоне. Новые госзнаки выдадут и владельцам ретро и спортивных автомобилей. Четвёртый открытый велокросс состоялся 22 сентября в районе деревни Генино. Его организовали и провели молодые атомщики при поддержке руководства и профсоюза Смоленской атомной электростанции. К участию приглашались все желающие без ограничения возрасте и независимо от спортивной подготовки. Как прошли соревнования в репортаже Алины Сазонтовой. Всего на старт вышло более 60 участников – профессионалы и просто любители. Детям необходимо было проехать 3 километра, подросткам и женщинам – 9 километров, ветеранам – 6, а мужчинам – 10. Молодые атомщики заранее позаботились о подготовке маршрута, убрали сучья и кусты, сигнальными лентами промаркировали повороты, опасные места. Работники предприятия ЭЦМ выкосили траву. Несмотря на то, что маршрут гонки был со спусками и подъёмами, спортсмены активно преодолевали трассу и старались сохранить дыхание. Велосипед и здоровье почти синонимы, поскольку сбалансированное питание и регулярные велопрогулки – залог отличного самочувствия и привлекательного внешнего вида. Погода выдалась невероятно жаркой и добавляет позитивного настроения всем участникам. Всё прошло прекрасно, без падений и травм. Такие гонки дают возможность проверить свои силы, испытать себя на прочность, а своего железного коня – на верность и надёжность. В прошлый раз я занял третье место. Мне повезло, наверное. В этот – второе. Надо стремиться к лучшему, конечно. Велосипед люблю, стараюсь ездить на работу каждый день. Трасса была очень сложная, много подъёмов, много спусков. На первом круге у многих вздулись шины, и на подъёмах было в два раза сложнее. Очень рад. Тем более, это мои первые соревнования. У меня не было опыта, и мне было реально страшно. Не зря говорят про велосипед, его величество – велосипед. Особенно в нашем местности, где очень много красивых мест. И вокруг худохранилища здесь очень много трасс. Очень люблю, стараюсь почти каждый день кататься. Очень хорошо организованы соревнования. Молодцы организаторы. Детей много привлекли. Самый маленький участник велогонки – пятилетний Алексей Болтунов – прошёл дистанцию в два километра. Я ехал, мне было тяжело. Я вытерпел. Доехал, мне соревнования понравились. По итогам велогонки золотыми призёрами стали Степан Симоха, Ирина Потапова, Краснов Дмитрий, Андриянова Софья, Алина Болтунова, Андриянов Александр и Сергей Печерица. Все юные участники получили торты, победители кубки, призёры медали. Велосипедный сезон завершится в начале ноября. Впереди ещё пробег 150 километров за 24 часа. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет подполковник внутренней службы Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 84 сообщения о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 96 административных правонарушений, в том числе 72 нарушения правил дорожного движения. Зараспитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения, к ответственности привлечены 12 человек. Программа материнского капитала с высокой долей вероятности будет продлена после 2021 года. Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Она отметила тот вклад, который вносит программа в повышение рождаемости в стране. Но заслуга мат-капитала не только в этом. Он работает на благополучие российских семей. Голикова также пояснила, что сейчас ситуация с рождаемостью в стране развивается не лучшим образом. Она назвала это прогнозируемым демографическим провалом. А также отметила, что все силы будут приложены к улучшению демографической ситуации. Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. Получить деньги могли семьи со вторым ребенком или семьи, которые взяли ребенка на воспитание. Сейчас сумма выплаты составляет 453 тысячи рублей. 1 октября 2018 года медико-санитарная часть Десногорска отметит свое 40-летие. Почти за полувековую историю учреждения врачи города спасли жизни тысячам пациентам. И сейчас на страже здоровья десногорцев стоят квалифицированные и заботливые специалисты. Тем не менее, все чаще в городе можно услышать разговоры о том, что скоро медицинское учреждение закроется и вместо него будет здравпункт и фельдшерский пункт. Наша съемочная группа решила выяснить, насколько обоснованы эти предположения. В первую очередь задать этот вопрос мы решили главному врачу медсанчасти Алексею Азаренкову. По его уверениям, наша больница будет существовать еще очень долго, пока существует город и Смоленская атомная станция. Никто не собирался и не собирается ее перепрофилировать или закрывать. Да, действительно, проблемы в учреждении есть. Самая основная из них – это недостаток кадров, в первую очередь узких специалистов. Администрация больницы делает все от них зависящее, чтобы решить этот вопрос как можно быстрее и качественнее. Приглашает врачей из других регионов, дают целевые направления студентам медицинских вузов. Сейчас около 20 будущих медиков обучаются врачебному делу, чтобы затем пополнить ряды десногорских врачей. Есть еще проблемы с магнитно-резонансным томографом. Он был закуплен в 2012 году в рамках программы модернизации здравоохранения. В 2016-м его уже ремонтировали, и теперь он снова в неисправном состоянии. Сумма, необходимая для ремонта, выражается в миллионах, и таких денег, естественно, в учреждении нет. Руководство подало заявку на финансирование работ в Федеральное медико-биологическое агентство и надеется на скорое поступление средств. Но, несмотря на проблемы со всеми задачами по лечению пациентов, медсанчасть справляется. Мы, несмотря на многочисленные слухи, не собираемся закрывать ни пищеблок, ни гараж, ни станцию скорой помощи, ни подразделение на атомной станции. Сокращений не предвидится никаких. Мы будем работать и оказывать помощь жителям Десногорска и работникам атомной станции. При финансовой и организационной поддержке концерна «Росэнергоатом» и Смоленской атомной электростанции в медсанчасти реализуется проект «Бережливая поликлиника». На эти цели было направлено 10 миллионов рублей. Выбраны три пилотных направления – оптимизация работы регистратуры, процесса забора крови и лабораторных анализов. В нашей медико-санитарной части в регистратуре поликлиники для взрослых установлено электронное табло с расписанием врачей. Работает многофункциональный телефон, оборудованы новые места для ожидания посетителей, налажена система электронная очередь. Все это говорит о том, что больница не только не стоит на месте, она активно развивается. И значит, ни о каком закрытии не может идти речь. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна-ТВ. А теперь коротко о погоде. 24 сентября в Десногорске ожидается переменная облачность и дождь. Днем плюс 10, ночью плюс 7. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся.